Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на информационной площадке международного холдинга Евромедиа. Меня зовут Максим Федоров, я главный редактор и модератор онлайн-конференции Евромедиа. Сегодня мы проводим на нашей площадке очередную всероссийскую онлайн-конференцию и ее тема о системном и комплексном подходе к решению задач оказания помощи работникам социальной сферы Российской Федерации при профессиональном выгорании. Как и предыдущие дискуссии по этой теме, сегодняшний разговор будет проходить на площадке общероссийского отраслевого информационно-аналитического журнала «Социальная защита в России». Нам приятно, что к таким разговорам, как сегодняшний, подключается всегда большое количество представителей отраслевого сообщества, что гарантирует качественный и предметный разговор и надеюсь, что наша сегодняшняя онлайн-встреча не станет исключением. Вопросы, вынесенные для обсуждения. Первый. Создание системы оказания комплексной медико-психологической помощи работникам социальной сферы, позиция официальных органов власти, исполнительной и законодательной, которая отвечает у себя на местах за реализацию социальной политики. Второй вопрос. Какие конкретные меры приняты по созданию системы оказания комплексной медико-психологической помощи работникам социальной сферы? Речь идет о практической реализации всероссийской онлайн-конференции, которая состоялась на нашей платформе 10 марта 2022 года. И третий вопрос. О создании всероссийской организационно-методического центра медико-психологической помощи работникам социальной сферы при их профессиональном выгорании. Напомню, что трансляция конференции ведется из департамента конгрессных мероприятий международного холдинга Евромедиа. По итогам сегодняшней дискуссии мы подготовим большой материал, который будет опубликован и в ближайшем номере журнала «Социальная защита в России» и на других наших носителях, платформах, в том числе на сайте издания. Сегодня помимо основных спикеров за онлайн-конференцией следят несколько сот представителей региональных министерств и ведомств, которые у себя на местах реализуют повестку, о которой мы сегодня будем говорить. Плюс поставщики социальных услуг, либо, как мы говорим, участники рынка, плюс представители отраслевого сообщества, а также средств массовой информации. В течение сегодняшней дискуссии наши зрители смогут задать вопросы нашим спикерам. На какие-то из них наши уважаемые гости смогут ответить сразу, какие-то мы передадим им для более детального изучения и принятия последующих решений. И подготовки более качественной и предметной информации, как это у нас и всегда бывает, потому что далеко не на все вопросы удается отвечать сразу по горячим следам. Но еще раз скажу, что возможность задать вопросы, обозначить свою позицию в любой удобной для вас форме есть. А сейчас я с удовольствием представлю наших основных ключевых спикеров. Анастасия Геннадьевна Жукова, сенатор, член Комитета Совета Федерации России по социальной политике. Татьяна Феоктистовна Мурзина, руководитель специального проекта, член редакционного совета общефедерального журнала «Социальная защита в России» международного холдинга «Евромедиа», доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации. Анастасия Александровна Меринова, первый заместитель министра социальной защиты населения Республики Бурятия. Александр Николаевич Ржаненков, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению законодательного собрания города Санкт-Петербурга. Уважаемые спикеры, от себя лично, от нашей команды и от всей нашей целевой аудитории я приветствую вас на нашей площадке. Благодарю за то, что нашли возможность подключиться к сегодняшнему, без сомнения, очень важному разговору. И надеюсь, что сам разговор состоится плодотворный, результативный, информативный. И по итогам сегодняшней дискуссии мы также выйдем на практические решения. И первое я с удовольствием предоставляю слово Анастасии Геннадьевне Жуковой, напомню, сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Уважаемая Анастасия Геннадьевна, здравствуйте, вам слово. Добрый день, коллеги, участники онлайн-конференции. От имени Комитета Совета Федерации по социальной политике и от себя лично я вас приветствую. И хочу сказать, что в нашем динамично меняющемся мире связка человек-человек очень хрупкая и действительно требует постоянного внимания. В социальной сфере, чтобы добиться эффективной модели взаимодействия с получателями социальных услуг, необходима разработка новых подходов, отвечающих требованиям времени. И, как следствие, перенастройка самих специалистов. Поэтому постоянная психологическая поддержка, дающая навыки самоорганизации, перестройки в условиях чрезвычайных ситуаций, длительного стресса, является важной составляющей этого процесса. Сотрудники социальной сферы ежедневно выполняют сложную и очень ответственную миссию, заботясь о людях и помогая им справляться со сложностями. Период пандемии и всеобщей самоизоляции наглядно это доказал. Выполняя свои основные функции, а именно предоставление гражданам социальных и реабилитационных услуг, в это сложное для всей страны время, именно специалисты организации социальной сферы стали главным связующим звеном между гражданами старшего поколения, инвалидами, семьей с детьми, с внешним миром. Острая фаза пандемии благополучно завершилась, но жизнь диктует новые задачи. И на сегодняшний день многие специалисты социальной сферы задействованы в оказании помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой, Луганской народных республик, и граждане, живущие в пунктах временного размещения, и у родственников. Это порядка более двух тысяч инвалидов и восьми тысяч пенсионеров в пунктах временного размещения воспользовались услугами социальных служб, начиная с февраля 2022 года. Нельзя не сказать, что поддержку работников получают и семьи военнослужащих, участвующих в специально-военной операции, а это тоже и пожилые граждане, и инвалиды, и дети. И понятно, что такая работа забирает не только много физических сил, но и эмоциональных. И благодаря курсам профилактики профессионального выгорания социальные работники получают знания о способах быстрого восстановления своего душевного равновесия. И самое главное, умеют применить эти знания на практике. Федеральным законом об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации установлено, что меры социальной поддержки и стимулирования работников организации социального обслуживания осуществляется органами государственной власти субъектов за счет региональных бюджетов. Кроме этого, в приказе Минтруда России прописано, что в трудовых обязанностях руководителя утверждена функция по организации мероприятий по профилактике профессионального выгорания работников. Ну и, соответственно, в целях выполнения этой функции в регионах утверждены и реализуются многочисленные программы поддержки работников организации социального обслуживания. И в ходе аналогичной онлайн-конференции в 2022 году эта тема обсуждалась, и моя коллега, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Юрьевна Светенко обратила внимание на необходимость тиражирования опыта регионов Российской Федерации, их опыта в реализации наиболее лучших практик на другие территории. Могу отметить, что это касалось и опыта Московского института дополнительного профессионального образования при Департаменте труда и социальной защиты населения. Программы, разработанные этим институтом, знают специфику работы и руководителей, и специалистов, и социальных работников, и занятия проводятся профессиональными психологами и содержат не только теоретический курс, но и практические тренинги. Опыт Санкт-Петербургского института повышения квалификации врачей-экспертов, которые с 2019 года реализуют программу дополнительного профессионального образования, программу профилактики профессионального стресса у специалистов учреждений социальной сферы. Они как в очном формате проводят занятия, так и в дистанционном, позволяя увеличить аудиторию. Нельзя не отметить опыт Ленинградской, Тульской области, Ставропольского края по комплексной работе по профилактике профессионального и эмоционального выгорания сотрудников. Они начали уделять этому направлению работы большое внимание в период пандемии. И сейчас они продолжают курс лекционных занятий и практических семинаров по данной теме. Конечно, кроме программ, существуют и другие инструменты, такие как предоставление билетов работникам на культурно-массовые мероприятия, где они смогут отдохнуть, переключиться с бытовых проблем, провести время с семьей, получить услуги медицинской реабилитации. Это все подчеркивает то название, которое вынесли во главу комплексность этой работы. Ну и системность, безусловно, также вами подчеркивается, что каждый год проводятся аналогичные встречи. Мы можем подвести итоги, узнать что-то новое и поделиться опытом. Поэтому хочу сегодня всем коллегам пожелать плодотворного диалога и, конечно, с удовольствием приму участие для того, чтобы быть полезны этому процессу. Поэтому спасибо большое за внимание. Да, спасибо большое, Анастасия Геннадьевна, за вступительную часть и за такую обобщенную информацию общефедерального характера. Сейчас, да, мы будем признатели вам за участие. И также, как всегда, вы каждое выступление, каждую реплику берете на заметку, потом это комментируете. Я думаю, что сейчас, сегодня у нас тоже будет такая возможность. Мы вам будем за это признателен. Ну и сейчас предлагаю начать непосредственно нашу дискуссию. Татьяна Феоктистовна Мурзина. Тема охрана психического здоровья работников социальной сферы России. Задача государственной важности. Татьяна Феоктистовна, здравствуйте, вам слово. Добрый день, уважаемый Максим Викторович, уважаемые докладчики, участники конференции. Светлана Викторовна, включите, да, пожалуйста, слайд. Сегодня мы продолжаем обсуждать важную тему, как помочь тем, кто сам оказывает помощь. Хотела бы сказать, что автор доклада не теоретик, имеет 40-летний опыт деятельности в социальной сфере и не понаслышке знают практическую работу специалистов учреждений по оказанию помощи тяжелейшему контингенту инвалидов, детей инвалидов, пожилым людям. Следующий, пожалуйста. Особенности профессиональной деятельности работников социальной сферы в сочетании с воздействием социально-стрессовых факторов приводят к формированию психо-социальной безадаптации, снижению профессиональной эффективности и негативные последствия длительных стрессовых воздействий в профессиональной деятельности проявляются в эмоциональной сфере, ухудшается психическое и физическое здоровье, возникают психосоматические заболевания. Я не случайно выделяю это красным, поскольку речь идет о похороне психического здоровья, а не только о профилактике. Следующий, пожалуйста. При длительном психо-эмоциональном стрессе у работников возникает дисфункциональное состояние, известное как синдром профессионального выгорания, при котором наблюдается нарушение психической и психофизиологической адаптации, которое проявляется снижением эффективности профессиональной деятельности, истощением эмоционально-энергетических и личностных ресурсов, дисфункции и межличностных контактов с коллегами-клиентами. Следующий, на протяжении многих лет в практическом, научном и педагогическом плане мы поднимаем актуальную проблему профессионального стресса, охраны психического здоровья и необходимости оказания комплексной коллегии, отчеркиваю, помощи работникам учреждений социальной сферы России. Следующий, выделяются три уровня оказания помощи лицам, пострадающим в профессиональном выгорании. Первое – это индивидуальный уровень выработки адаптивных форм поведения лечения клинических проявлений. И, соответственно, на этом уровне обязательно совместная работа врачей и психологов проведения оздоровительных мероприятий. Второе – межличностный уровень оптимизации взаимоотношений с коллегами, лечения клинических проявлений. И здесь также необходимо подчеркивать совместная работа врачей и психологов и проведения оздоровительных мероприятий. И третий – организационный уровень включает в себя вопрос о организации обстановки на работе, улучшение условий труда, вот это не случайная оговорка, да, профессиональный подбор сотрудников на основе психологических исследований, обучение персонала по профилактике профессионального выгорания и так далее. Следующий, пожалуйста. Я приведу несколько по данным Минтруда России документов, касающихся охраны здоровья медицинских работников. Ну вот здесь есть восстановление правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 года, номер 101, о продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой должности. Следующий, пожалуйста. В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи Федерального закона 28 декабря 2013 года, номер 400 ТЗ о страховых пенсиях, здесь тоже касается, здесь речь идет также о пенсиях. Пожалуйста, дальше я буду очень быстро, коллеги. Еще восстановление правительства Российской Федерации от 6 июля 2013 года, номер 482, о продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда. Предоставляется этот отпуск отдельным категориям работников, участвующих в оказании психиатрической помощи, противотуберкулезной, диагностику и лечения ВИЧ-инфекции, а также лицам работа, которых связана с петериалами, содержащими вирус и многое дефицита человека. Дальше, пожалуйста. Коллеги, ну вот как вы видели, речь идет о охране здоровья медицинских работников. Причем об охране психического здоровья в документах ничего не говорится. Стационарные учреждения социального отслуживания населения Российской Федерации, в которых огромная армия медицинских работников, врачей и среднего медицинского персонала оказывают медицинскую помощь инвалидам с множественными тяжелыми заболеваниями, к сожалению, как это ни парадоксально, не являются медицинскими учреждениями, а лишь учреждениями социального отслуживания. Пожалуйста, дальше. Кто же защитит работников социальной защиты? Согласно нормам статьи 8 Федерального закона в основах социального обслуживания граждан Российской Федерации, установление мер социальной поддержки и стимулирование работников организации социального отслуживания отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального отслуживания и осуществляется за счет следствия геннального бюджета, о чем сегодня уже Анастасия Сергеевна говорила. Пожалуйста, следующее. В России имеется единичный опыт по оказанию комплексной, подчеркиваю, медико-психологической помощи работников социального отслуживания. Такой уникальный опыт был представлен в прошлом году заместителем министра социальной защиты Ставропольского края Елены Владимировны Немцевы и в Ставропольском крае нервной поддержки работников организации социального отслуживания, в том числе по профилактике выгорания, является повышение заработной платы, бесплатное обучение и, главное, оздоровление сотрудников. Такое оздоровление осуществляется на базе государственно-бюджетного профессионального образования, извините, профессионально-образовательного учреждения Ессентокский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который является подведомственным учреждением Министерства социальной защиты населения Ставропольского края и имеет развитую материальную и техническую базу, оснащенную медицинским реабилитационным оборудованием. Пожалуйста, господи. В настоящее время в учреждениях социальной защиты и социального обслуживания Российской Федерации имеется опыт проведения мероприятий по профилактике профессионального выгорания специалистов. Но, уважаемые коллеги, подчеркиваю, эти мероприятия проводятся преимущественно психологами, подчеркиваю, в основном не медицинские психологи и не имеют системного и комплексного характера. В структуре стратегической модели оказания помощи при профессиональном выгорании необходимо учитывать то, что эта помощь не должна носить только профилактический и психогигиенический характер, потому что это зачастую лица с уже сформировавшимся синдромом выгорания и клинической симптоматикой. В связи с этим нами было предложено создание программ и системы комплекса медико-психологической помощи и профессиональном стрессе специалистов социальной сферы Российской Федерации. Дальше, пожалуйста. Такие программы впервые были разработаны и с 2018 года стали проводиться в Республике Крым для руководителей специалистов учреждений социальной сферы России. Пользуясь случаем, еще раз хотела бы сказать о том, что реализация программ стала благодаря поддержке заместителя и председателя Совета Министра Республики Крым, Министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Васильевны-Ромамовской и директора Центра профессиональной реабилитации инвалидов Республики Крым Людмила Александровна Щелинской. Пожалуйста, дальше. Программы практико-ориентированы и включают комплекс медико-психологических и оздоровительных мероприятий, позволяющих выявить и предотвратить возникновение синдрома профессионального догорания, достичь скипления снижения его выраженности, уменьшить имеющиеся клинические проявления психосоматических и невротических расстройств. Программа проводится в городе Евпатуре на базе Центра профессиональной реабилитации инвалидов Минтруда Республики Крым и это учреждение стало не только Центром реабилитации инвалидов Республики Крым, но и Центром реабилитации специалистов в социальной сфере России. Такие программы были реализованы на протяжении четырех месяцев на базе социального центра психоневрологического интерната номер 10 Санкт-Петербурга. Такие же программы были проведены на базе социального центра психоневрологического интерната номер 6 для специалистов учреждения социальной защиты курортного района Санкт-Петербурга. Следующий. Ну, а сейчас о проекте, который уже не один год реализуется на площадке общефедерального журнала социальная защита в России международного холдинга Евромедиа. В рамках проекта проведены всероссийские онлайн-конференции с приглашением ведущих отраслевых экспертов, а также представителей федеральных региональных властей. И материалы постоянно публикуются в общефедеральном журнале социальная защита в России и на сайте издания. Следующий. На конференции в октябре 2021 года ведущие специалисты в области психиатрии, психотерапии, медицинской психологии, федеральных образовательных научных учреждений России представили результаты научных исследований, убедительно доказывающие необходимость оказания помощи при профессиональном стрессе. Следующая конференция состоялась 10 марта 2022 года. и была посвящена созданию системы оказания медико-психологической помощи специалистам организации учреждений в социальной сфере при профессиональном выгорании. Следующая. Свою позицию по вопросу, обсуждаемому на медану конференции, высказали представители федеральных властей, председатель комитета по труду, социальной политике и делам, ветеранам Государственной Дома России Ярослав Евгеньевич Нилов подчеркнул важность проблем и вопрос эмоционального выгорания специалистов, занятых в учреждениях в социальной сфере, считаю крайне своевременным для обсуждения и разработки комплекса мер для поддержки и разносторонней помощи таким специалистам. Следующий. Ну, как уже сегодня говорила Анастасия Геннадьевна, на конференции выступила с докладом Инна Юрьевна Светенко, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального собрания Российской Федерации, которая отметила, построение эффективной системы поддержки граждан напрямую зависит от уровня подготовки сотрудников в социальной сфере, обеспеченной для них постоянной психологической поддержки. И спекер предложила тиражировать во всех субъектах Российской Федерации наиболее эффективные практики по оказанию помощи специалистам при профессиональном выгорании. Может быть, пользуясь случаем, я и в докладе на своем уже в связи с этим задумываю вопросом о геннадествах и о чем, может быть, мы подвигаем. С вашей точки зрения какая может быть конкретная поддержка для реализации вот этих программ со стороны Совета Федерации. В резолюции конференции ее участники рекомендовали обратиться к правительству Российской Федерации с предложением о создании системы оказания комплексной медико-психологической помощи специалистам в социальной сфере в связи с их профессиональным выгоранием, эффективном внедрении программ медико-психологической реабилитации специалистов-субъектов Российской Федерации с участием органов государственной власти и местного самоуправления. Материалы конференции, в том числе резолюция с конкретными предложениями были направлены в правительство Российской Федерации, Государственная Дума России, Минтруд России, региональные органы власти. Следующий. Осенью прошлого года состоялся международный форум старшее поколение, на котором тоже обсуждался этот вопрос и было предложено внедрить мероприятие по филактике профессионального выгорания и медико-психологической реабилитации специалистов в социальной сфере. Региональные планы по реализации национальных проектов связаны с поддержкой и оказанием помощи инвалидам и гражданам пожилого возраста в следующем. Мы надеемся, что комплексные программы медико-психологической реабилитации специалистов в социальной сфере, апробированные Республики Крым и Санкт-Петербургем, будут проводиться и в других регионах Российской Федерации. Уже выразили готовность стать опорными площадками для реализации программ организации медико-психологической помощи специалистами, России, всей России, Республики Башкортостан и Республика Бурятия. Следующий. Уважаемые коллеги, сегодня 30 мая Республика Бурятия празднует 100-летие и пользуясь случаем хотелось бы поздравить наших партнеров, наших коллег, наших друзей и лично министра социальной защиты Республики Бурятия Татьяна Александровна Быкова, которая является членом Редакционного Совета Журнала Станин защиты России. Следующий. Инновационная площадка в Бурятии уже начала свою работу и в сентябре прошлого года был организован научно-практический семинар организации медико-психологической помощи специалистом при профессиональном выгорании для Республики Бурятия. Следующий, пожалуйста. Семинар состоялся в рамках 11 международной научно-практической конференции «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологии управления». Следующий, пожалуйста. И, пользуясь случаем, хотела проинформировать, что осенью этого года состоится 12-я международная научно-практическая конференция «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященная строительству Республики Бурятия. Также состоится в рамках этой конференции научно-практический семинар уже не только для специалистов Республики Бурятия, но и «Российский» и с международным участием организации медико-психологической помощи работникам социальной сферы и профессиональной стрессе. Приглашаем принять участие. Следующий. Недавно состоялся 10-й международный научно-практический конгресс психологов-консультантов, психотерапевтов и представителей помогающих профессий помощи психологического консультирования, психотерапии в новейшее время. Я бы хотела сейчас процитировать слова из доклада Виктора Викторовича Макарова, президента Общероссийской профессиональной психотерапической лиги и заведующего кафедрой психотерапии и сексологии Российской Медицинской Академии непрерывного профессионального образования, доктора медицинских наук, профессора следующий. А следующий, пожалуйста. Доклад назывался «Новейшая эпоха и путь психотерапии». Важно, когда психотерапия немного опережает время. Проживая традиционную эпоху и новое время, мы готовились к эволюционному наступлению новейшей эпохи и были буквально катапультированы в неё пандемии COVID-19 и специальной военной операции. Теперь кончилось мирное время и всё иное, включая наше прошлое, настоящее и будущее. Психотерапия и психологическое консультирование всё более востребованы. Рождается множество организационных форм и собственно специальностей в нашей области. Для нашего сообщества множество новейших вызовов, и мы, несомненно, с честью справимся с ними. Пожалуйста, следующее. В рамках кондресса состоялось секционное заседание «Кризисная психотерапия, психотерапия травм и стресса». Не мог оставить равнодушным доклад коллег, показывающий помощь жителям пограничных с Украиной регионов в условиях специальной военной операции. Остро стоял вопрос о необходимости в последующем оказании помощи и самим этим специалистам. И наш доклад также о создании системы оказания, подчеркиваю, медико-психологической помощи специалистам, помогающих в профессии, также получил поддержку высокого профессионального сообщества. Следующий, пожалуйста. профессионального необходимо обучение специалистов по профилактике и оказанию помощи при профессиональном стрессе. И вот буквально недавно, две недели назад состоялась лекция и научно-практический семинар для руководителей Федерального бюро медико-социальной экспертизы, они подчиняются не труду России. И участники семинара, руководители Федерального бюро МССР из различных регионов России отметили, что в их учреждениях до настоящего времени не проводятся никаких мероприятий по профилактике оказания помощи профессионального стресса. И высказали мере необходимости таких мероприятий. Следующий. Пожалуйста. И совсем недавно вопрос о создании системы комплекса медико-психологической помощи специалистам учреждений социальной сферы был осужден в законодательном собрании Санкт-Петербурга и была представлена позиция законодательного собрания Санкт-Петербурга. Сегодня будет видеозапись. Интервью с председателем постоянной комиссии по социальной поведению и здравоохранению Дроженковой Олег Александровичем Николаевичем. Следующий, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я очень спешила, чтобы успеть донести все свои мысли и чувства. Мне немножко дополнительно дали время в связи с тем, что Государственная Дома, к сожалению, не смогла выступить. Представители Государственной Дома могли выступить докладом. Еще раз в завершение хочу подчеркнуть, что охрана психического здоровья работников социальной сферы является задачей государственной важности. И в связи с этим необходима разработка соответствующих федеральных, а также региональных законодательных нормативных правовых актов по охране психического здоровья работников социальной сферы, установление эффективных мер их социальной защиты, поддержка федеральных и региональных властей. Следующий. Следующий. Благодарю за внимание и, надеюсь, понимание. Приглашаем к сотрудничеству в рамках спецпроекта создания системы медико-психологической помощи работникам социальной сферы России при профессиональном стрессе международного холдинга Евромедиа. Уважаемые коллеги, мы ждем от вас предложений для резолюции сегодняшней нашей конференции. Еще раз спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Феоктистовна. Настоящее исследование. Коллеги, если возникли вопросы у наших слушателей, то мы готовы их выслушать, точнее, Татьяна Феоктистовна, либо продолжаем слушать. Тогда, пока коллеги собираются, Татьяна Феоктистовна, и вы, и Анастасия Геннадьевна говорили о том, что за последние 2-3 года перед социальными работниками возникло много новых вызовов, пандемия, СВО, другие экономические и политические события. У социальных работников вполне объективно увеличился фронт работы, соответственно, увеличилось количество людей, с которыми они работают. Есть хотя бы примерная статистика, сколько из общего количества соцработников сейчас в той или иной степени нуждаются в помощи при профессиональном выгорании, учитывая, что работа и объем работы у них просто колоссальные и учитывая и присоединение новых территорий и продолжающиеся специальную военную операцию, можно прогнозировать, что работа у них будет становиться все больше и больше. Максим Викторович, вопрос кому? Вам вопрос, Татьяна Федорович. Мне хотелось услышать ваше экспертное мнение. Уважаемый Максим Викторович, я сегодня уже говорила о международном конгрессе, который был в Санкт-Петербурге недавно, и коллеги с пограничных, коллеги, оказывающие помощь и мирным жителям в основном, и семьям в присоединенных территориях. По данным коллег, практически все, практически все эти жители и семьи военнослужащих нуждаются в такой помощи. А в последующем нуждаются в помощи и сами специалисты, которые оказывают эту помощь в Санкт-Петербурге. Я с вами согласен. В принципе, я пока слушал и Анастасию Геннадьевну, и вас. Я несколько раз себя ловил на мысли, что это, конечно, находится за рамками нашей сегодняшней конференции, но в принципе, учитывая ритм, в котором мы сегодня живем, то в больше или меньше степени в психологической, системной и комплексной поддержке нуждаются и врачи, и учителя, и представители других профессий, и наверняка ваши коллеги занимаются и этими областями, просто у вас своя специализация, но по крайней мере, вот когда мы на нашей площадке проводим онлайн-конференции по теме медицины, по теме образования, мы тоже все чаще слышим о профессиональном выгорании, о многозадачности, в которой вынуждены наработать представители многих профессий и соответственно они также рано или поздно становятся скажем так клиентами специалистов по профессиональному выгоранию, вы со мной согласитесь? Да, конечно, Максим Викторович, у меня вот предложение сейчас возникло, может быть материалы конференции, вы же являетесь редактором журнала, да, касающийся образований, может быть материалы нашей конференции разместите на сайте вашего... Да, я думаю, да, это вполне обсуждаемо, да, хорошо, пока у коллег нет вопросов, мы продолжим, Татьяна Феортистовна сказала о том, что уже появился ряд регионов, которые выразили готовность стать опорными площадками по оказанию медико-психологической помощи работникам социальной сферы при профессиональном выгорании и один из таких регионов это республика Бурятия. Татьяна Феортистовна меня опередила, но я повторю, что количество участников сегодняшней онлайн-конференции могло быть больше, в частности, за счет министра соцзащиты Бурятии, но руководитель министерства сейчас участвует в мероприятиях, которые связаны с празднованием 100-летия республики, и мы от себя и от всей нашей аудитории поздравляем регион с этим праздником. Опять же, по опыту могу сказать, что проводя онлайн-конференции по различным темам, мы часто знакомимся с передовым опытом Бурятии, региона, который во многих сферах действительно задает хороший тон. И наш следующий спикер Анастасия Александровна Миринова, первый заместитель министра социальной защиты населения Бурятии, расскажет о том, какая уже работа проведена по формированию опорной площадки, что она в себя включает, и в целом нам, Анастасия Александровна, будет узнать ваше мнение об актуальности проблемы, которую мы сегодня обсуждаем. пожалуйста. Спасибо большое, но прежде всего разрешите вас всех поприветствовать от нашего большого коллектива системы социальной защиты населения республики Бурятия. Ну и большое спасибо за поздравление, нам очень приятно, что столетие республики на федеральном уровне сегодня тоже обсуждается и нас все поздравляют, но когда поздравляют, всегда приятно. И, конечно, разрешите в свою очередь поблагодарить редакцию журнала Максим Викторович социальной защиты в России за организацию вот этой профессиональной площадки, где мы имеем возможность обменяться и опытом с коллегами и познакомиться с новыми практиками для использования в своей работе. А тема конференции, конечно, для нас безусловно интересна и безусловно актуальна. Мой доклад он такой, скажем так, практический с земли. Я вспоминаю, что мы в 21-м году впервые провели период объединительной смерти связанной с пандемией, провели социологическое исследование на демок профессионального выгорания. Предметом исследования стало эмоциональное выгорание работников учреждений социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов. Опрошено было 1305 человек. Достаточно такое масштабное у нас, если учитывать, что у нас в системе работает почти 4 тысячи человек. С помощью тестирования было определено, что те или иные признаки профессионального стресса имели 100% работников. 64% находились в начальной стадии напряжения, 31% в стадии резистенции и 5% сотрудников в стадии фазе истощения. Для преодоления сложившейся ситуации в республике у нас создается комплексная система по указанию медико-психологической помощи работникам отрасли при профессиональном выгорании. Первое, что мы сделали, это в марте 2022 года мы разработали и утвердили план мероприятий по снижению уровня профессионального стресса и оказанию психологической помощи сотрудникам учреждения социального окружения республики. Он у нас создан на два года, на предыдущий и на этот. Он положил начало реализации в нашем регионе медико-психологической помощи и выстраивания новой организационной металлической площадки по ее оказанию. В рамках реализации плана осуществляется мероприятие ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и охраны труда. Создана ведомственная комиссия по организационному обеспечению и контролю за реализацией плана. Заключено соглашение с Успоританским Центром Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики, в рамках которого клиническими психологами Центра проводятся тренинги для наших специалистов. Отраслевым учебно-методическим отделом организовано проведение мероприятий по повышению квалификации руководителей и сотрудников социальных учреждений социального обслуживания в вопросах профессионального выгорания. За текущий период, то есть за 22-й год и за 5 месяцев 23-го года проведено 5 обучающих семинаров с охватом 240 руководителей и психологов учреждений социального обслуживания. В работе одного из семинаров, который состоялся в сентябре 22-го года в рамках Международной научно-фактической конференции, в свою очередь хочу отметить это, приняла участие доктор медицинских наук, автор-разработчик программ по преодолению и профилактике профессионального выгорания профессор академии Татьяна Феоктистовна Муравина, которая поделилась нами интереснейшим опытом работы по организации медико-психологической помощи, специалистам при профессиональном выгорании в других регионах и методиками по преодолению профессионального выгорания, основными результатами реализации авторской программы группы специалистов и руководителей учреждений социальной защиты. Это на нас произвело большое впечатление, мы все это приняли в себе на вооружение и выражаем еще раз благодарность Татьяне Феоктистовне за вот этот наш бесценный опыт и обмен мнениями и технологиями. Курсы повышения квалификации по психологическим основам деятельности по уходу за пожилыми людьми методом и формой профилактики эмоционального выгорания успешно прошли 44 социальных работника, осуществляющих уход. В апреле 2022 года был проведен первый республиканский слез психологов учреждений социального обслуживания, где были обсуждены задачи стандартизации работы психологов отрасли, предложения по преодолению и профилактики профессионального выгорания сотрудников социальных учреждений. У нас в этом приняли 30 психологов на 15 учреждений отрасли, а в июне уже в июне текущего года, уже буквально через несколько дней, у нас запланирован второй республиканский слез психологов профессиональных организаций социального обслуживания, где планируется также провести обучающие мероприятия для психологов учреждений, в том числе и предоставляющих в ходе детям и семьям. Специалисты учебно-методического центра на постоянной основе оказывают научно-методическую помощь психологам учреждений по вопросам профессионального выгорания, разрабатывают и направляют методические и датические материалы для проведения тренингов. Также мы в работе в данном направлении привлекаем негосударственные организации, у нас есть поставщики социальных услуг, которые не относятся к государственным учреждениям, так у нас некоммерческая организация одна, ее название такое поэтичное, а элита на средство гранта, она организовала обучение по профилактике профессионального стресса, привлечением пневмических психологов для социальных работников и с делом причем государственных и не государственных организаций, а у нее эта работа такая системная, она в год где-то 40 до 100 человек охватывает чуть-чуть 80 человек. В каждом подвесном учреждении приняты программы профилактики профессионального стресса, созданы комиссии в руководителях учреждениях, в которые вошли специалисты кадровых учреждений, психологи и медицинские работники. Программа выключает в себя фикционные занятия, тренинги, индивидуальные, психологические коррекции, спортивные, корпоративные мероприятия и выезды, ежедневную производственную гимнастику, ежегодную дистанциализацию, обучение и повышение квалификации сотрудников и комнаты психоэмоциональной разгрузки. Мы создаем теперь в своих учреждениях в обязательном порядке. И главное то, что у нас организована обратная связь с учреждениями, то есть мы за этим направлением работа пристально следим и отчеты здесь это как раз та самая не лишняя совершенно функция. Тренинговая работа возложена на психологов учреждений, проводятся занятия по профилактике и коррекции эмоционального выгорания, формированию эмоциональной устойчивости, развитию позитивного самовосприятия, это очень важно, разрешению конфликтов, основам саморегуляции, релаксации и так далее. У нас психотеприптические мероприятия сочетаются с занятиями в сенсорных комнатах, в комнатах психологической разрусти, в солевых пещерах, что, безусловно, терапевтический эффект немного усиливает. В результате реализации в 2022 году программа учреждений психологи и организации социального служения отмечают снижение уровня профессионального стресса у сотрудников в среднем на 20%. Считаем, что это неплохой результат, хоть мы, конечно, сами его как бы считали сами его показываем, но по методике считали, у нас получилась вредина 20% снижения уровня пресса. В 23-м году работа по созданию революционной методической площадки по оказанию медико-психологической помощи работников возраста продолжается. Тальнейшее развитие мы видим системности психологической работы путем внедрения форм и методов комплексной именно помощи и поддержки сотрудников отрасли и, конечно, стандартизации и деятельности психологов. Вот то, что мы хотим быть и, ну, в какой-то мере, уже, может, даже являемся площадкой, да, это да, это правда, это так и есть, мы это направление считаем важнейшим, потому что, как правильно отметила Анастасия Геннадьевна, она сказала, что социальная защита это та отрасль, где люди для людей работают, и поэтому очень важно, чтобы те люди, которые работают для людей, всегда были в форме и могли свое сердце горячее людям дарить, очень также свое душевное тепло и свою заботу и поддержку. Поэтому я присоединяюсь к Татьяне Георгиевне и приглашаю всех на 12-ю конференцию, чтобы вы сами могли убедиться в реабилитационных способностях озера Байкал, жемчужины нашей планеты. Мне все, спасибо. Спасибо. Анастасия Александровна, вот вы привели цифру в среднем снижение профессионального стресса на 20%. Ну, да, наверное, для старта это неплохо, но, в принципе, это же не предел, то есть есть какие-то расчеты, какие-то методики там 30-40-50% достижима ли эта отметка и по прошествии какого-то времени. Да, мы будем стараться, вот мы сейчас все-таки считаем, что плановая системная комплексная работа в этом направлении очень важна, методики есть, различные планы, научные разработки есть, которыми активно коллеги делятся. Конечно, все будем внедрять, план сделаем пятилетним, и системной работы, я думаю, мы все-таки достигнем уровня, ну, 10% это наша прямо вот задача на ближайшие годы. Анастасия Александровна, возможно, вопрос дилетантский, но тем не менее, насколько социального работника, да, в принципе, любого работника, который очень тесно работает с людьми, вытащить из этой стрессовой ситуации, если даже он сейчас там подлечился, если он там пришел более-менее в норму, но затем он опять же окунается в эту стихию, то есть, наверное, здесь речь идет не о том, чтобы, в принципе, человека перезагрузить, а хотя бы поддерживать в более-менее таком нормальном психическом состоянии. Конечно, да, я с вами абсолютно согласна, и, ну, где-то требуется кого-то перегрузить, а вообще, да, должно быть ровное такое вот постоянное сопровождение, ровное, постоянное работа с человеком. В этом, да, в этом, конечно, смысл. Мы сегодня уже... Ждать, пока человек вскипит и лопнет, но это как-то, ну, совершенно неверно. Да, с предыдущими спикерами мы сегодня уже говорили о том, что мы живем в такое время, когда каждый день, каждый месяц, год мы получаем все более и более новые сюрпризы, более новые вызовы, и практически представители всех, без исключения профессии, говорят о том, что приходится работать в режиме многозадачности, вы проводите мониторинги, и сегодня об этом говорили, ваши коллеги отмечают, что работать объективно становится сложнее. Да, конечно, сложнее, жизнь наша, она меняется, скажем так, да, и каждый день это все происходит. Сейчас появляются новые категории населения, которым нужна помощь и поддержка, и, естественно, как с ними работать, никто, ну, так сказать, сразу же никто не понимает, как это нужно делать, и так далее, то есть, все это в процессе, все это, ну, так, свое развитие получает, и, конечно, да, работать сложнее, но интереснее, в чем-то, в любом случае, справляться нужно, кто кроме нас, никто. Да, ну, и хотелось узнать ваше мнение, Татьяна Феортист, она всегда очень переживает по этому поводу, почему пока еще не так, не настолько широк список регионов, в которых системно и комплексно работают социальными работниками, от каких факторов зависит это? От политической воли руководителей конкретных субъектов, от наличия современных методик, от достаточного количества специалистов, которые готовы в это погрузиться, то есть, при каких факторах мы будем говорить, там через год, через два, что к Бурятии и к таким, как Бурятия регионам подключились еще пять, десять, двадцать, я понимаю, что наше с вами мнение субъективно, но поскольку вы погружены в эту специфику, от чего это зависит? А вот все вот эти численные факторы, они важны, я вот так считаю, и воля, и сила, и желание, и знания, и возможности, это все обязательно должно присутствовать, и, ну, самое главное, что мы должны это делать все вместе, сплоченно, и тогда проблема решится, в принципе, ничего не решаемого в этом. Но то, что Бурятия стала такой опорной площадкой, и ваш первый опыт, и мнение и Татьяны Александровны Быковой, и ваших коллег, то есть, стоило затеваться с этим проектом? Безусловно, когда стоило, это бесценно, просто, особенно, вот для нашей системы, особенно, когда люди работают с людьми, и вот все вот эти новые тенденции, новые, да и старые тоже, что уж говорить-то, методы и формы работы, они, безусловно, важны, важны, нужны, и площадка, это очень серьезный механизм, очень серьезный. Спасибо большое, напомню, это была Анастасия Александровна Меринова, первый заместитель министра социальной защиты населения Республики Бурятия. И сейчас мы послушаем уже проанонсированное интервью с Александром Николаевичем Рыжаненковым, человек, который не один десяток лет работает в социальной сфере конкретно Санкт-Петербурга, Ленобласти, работал он, занимался этой тематикой в разных должностях, но сейчас он является председателем комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, и говорили мы с ним о мерах по созданию системы оказания медико-психологической помощи работникам соцзащиты конкретно Северной столицы. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы находимся сейчас в законодательном собрании Санкт-Петербурга и с большим удовольствием я представляю Александра Николаевича Желинкова, председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. Я представляю Александра Николаевича для всей России, поскольку Александра Николаевича в Санкт-Петербурге личность Александра Николаевича знают все. Вы много лет были председателем комитета в социальной политике Санкт-Петербурга и все эти годы мы с вами тесно сотрудничали с комитетом и лично с вами много добрых дел сделали. А сегодня мы обсуждаем актуальнейшую тему профессионального выгорания и эмоционального выгорания но я как врач-психотерапевт называю это профессиональным стрессом. Сейчас идет как известно проект международного холдинга Евромедиа на площадке общефедерального журнала социальной защиты в России с 2019 года уже идет этот проект освещенный созданию системы оказания медико-психологической помощи при профессиональном выгорании. Александр Николаевич еще раз представляю Александр Николаевич является также членом редакционного совета журнала социальной защиты в России. В настоящее время конечно и в Санкт-Петербурге и в целом по России очень много проводится мероприятий по профилактике профессионального выгорания но в основном они нацелены на именно профилактику и оказываются только психологами. Сейчас речь идет о создании системы комплексной медико-психологической помощи при профессиональном стрессе. Александр Николаевич Ваша позиция как Вы считаете необходимо ли создание такой системы комплексной медико-психологической помощи? Во-первых спасибо за Вашу работу сегодня эта тема очень и крайне актуальна. Конечно та система и те условия в которых социальная защита органы ее подразделения осуществляли свои функции в период до сегодняшнего дня они не соответствуют тем потребностям которые есть и нужно решать Во-первых система очень активно развивается созданы различные меры поддержки реализуются в Российской Федерации и охватывают они колоссальное количество жителей России различных категорий начиная от детей и кончая пожилых людей только в нашем городе 85 льготных категорий есть федеральные законодательства есть региональные законодательства и применяя соответствующие все и реализуя эти условия мы сталкиваемся с колоссальными проблемами и вы их называли выгранием профессиональных тех людей социальных работников других профессионалов которые оказывают конкретную помощь людям общаясь помогая выслушивая анализируя вникая в детали принимая через себя все те болевые моменты которые беспокоят каждого человека без этого невозможно большому счету выполнять те функции помогать людям и с учетом новых вызовов которые сложились в государстве в нашем последние годы и особенно сейчас и специальная военная операция в обществе достаточно большое напряжение в целом а в социальной сфере и в сферах которые работают с людьми особенно практика и опыт который мы наработали и вы немножко коснулись об этом в общем-то подготовка анализ той работы которую осуществляют социальные работники и конкретные меры которые и с вашим участием были реализованы на базе учреждений например в социальной сфере они показали крайнюю востребованность конечно люди находясь системно вот в таких условиях напряженных в силу своих физических возможностей и других обстоятельств в общем-то находится в очень непростом даже кризисном положении и пора безусловно создать какую-то систему вообще Российской Федерации да и регионам безусловно которая позволила бы сотрудникам и не только в социальной сфере и медицинским работникам работникам образования различным другим которые вынуждены и выполняют свой долг оказывая конкретную помощь гражданам проживающих условиях кризиса трудной жизненной ситуации создавать возможность конечно же каким-то образом психологической помощи анализировать эти условия прогнозировать и выстраивать систему поддержки своевременно как и любой болезни по большому счету ставить диагноз управлять этим процессом и создавать возможность реализации своих профессиональных навыков дальше в полном мире и в полном здравии к сожалению сегодня мало и специалистов в этой области вот применяя сегодня возможность оказания помощи теми тем которые близкие люди находятся выполняя специальную операцию не каждый психолог не каждый специалист может в таких условиях общаться с этим континентом и наши сегодняшние сотрудники конечно не в полной мере подготовлены и с точки зрения навыков поведения оказания помощи знания законодательства сопровождать этих людей и не только вот эту категорию мы же сегодня выполняем очень важную задачу поставленную президентом и законодательными актами осуществлять сопровождаемое проживание во всех ее направлениях и детей и пожилых людей и так далее и здесь должны быть конечно специалисты а эти специалисты помимо того что должны быть подготовлены они должны быть зачищены максимально от вот таких проявлений и систему эту безусловно нужно создавать аналоги определенные в разных регионах есть и у нас вы сами этим занимались долгие годы и занимаетесь и наверное у нас зрело время когда нужно на федеральном и региональном уровне принять какие-то нормативные акты которые способствовали бы профилактике профессионального ограния и создания условий защиты этих людей от различного рода последствий тем самым безусловно организовали возможность дальше реализации тех услуг которые нуждаются различных граждан и я вижу например на базе нашего Санкт-Петербурга механизмы создания такой системы мы об этом сейчас думаем работаем для того чтобы внести несмотря на какие-то федеральные особенности свои какие-то нормативные документы позволяющие в социальной сфере системы здравоохранения обнять усилия и создать эту систему я думаю что у нас есть все для этого ресурсы механизмы кадры специалисты потребности и это поможет во многом комфортно выполнять свои функции этим сотрудникам спасибо Александр Николаевич у меня еще вопрос вы знаете что у нас есть опыт проведения таких комплексных программ в Санкт-Петербурге на базе нашей кафедры психо-неологическом интернате номер 10 на базе 6 интерната в течение 4 месяца проводились именно такие комплексные программы с подключением и психологов и врачей психиатров психотерапевтов то есть работала вот такая команда и самое главное плюс еще и оздоровительные мероприятия проводились наверное сам бог вели в футурозном районе Санкт-Петербурга Александр Николаевич как вы считаете возможно ли реализация подобных программ не только для специалистов Санкт-Петербурга но и для всей России вы знаете что существует у нас такая площадка в Крыму где уже не один год реализуем такую программу возможно ли в Санкт-Петербурге с вашей точки зрения принимать специалистов социальной защиты в целом социальной сфере я думаю что конечно же есть такая возможность другое дело что к этому нужно подготовиться ведь у нас достаточно большое количество например в Санкт-Петербурге федеральных структур системы социальной защиты здравоохранения они работают на по существу всю Россию существует там какое-то плотирование потому что сразу же всех нуждающих обеспечить в этих вопросах сложно и здесь вот те наработки о которых вы сказали комплексные программы на существующих учреждениях которые провели такую работу и на базе курортного района в котором есть инфраструктура дающая все предпосылки используя этот потенциал в общем-то подготавливать специалистов и оздоравливать что ли или создавать все условия для того чтобы он не попал в крайнюю какую-то стрессовую ситуацию и не пришел к тому что ему пришлось бы увольняться или менять профессию и здесь конечно нужно посмотреть эти затраты потому что все те учреждения которые принимали и выполняли вот такую программу они осуществляли эти функции на договорных условиях для сотрудников системы городской вовлекая этот процесс из других регионов конечно же потребуется дополнительные финансовые возможности кадровые возможности и естественно использование того потенциала учреждений различных подразделений там условно говоря бассейнов каких-то реликционных объектов для того чтобы вот созданных этих условиях дать возможность людям восстанавливаться я вижу в этом все реальные реализуемые программы и думаю что просто нужно нам обеспечить юридически все эти условия в силу того что положение этих учреждений сегодня нужно вносить тогда дополнительные изменения функциональные обязанности для того чтобы осуществлять эту деятельность а под это естественно получить кадровые финансовые и юридические основания чтобы это было законно программа о которой вы сказали показала эффективность она может быть недвина но и наверное в этой части нам помогут и на уровне министерства поддержать в том или ином варианте мы же имеем на базе наших учреждений экспериментальные объекты по различному роду направлений например в детском первом доме 10 интернате вы назвали по другой теме и вот кафедры открыты на ряде объектов и в системе здравоохранения и в социальной защите и вот этот потенциал принесет я не сомневаюсь положительные результаты то есть в нашем городе это возможно создать еще один уточняющий вопрос вы сказали что нет недостаточное количество подготовленных кадров сейчас психологов да назвали психологов психотерапевтов может быть то есть эта проблема тоже очень остро стоит подготовки кадров хотя бы может быть это не цикл выложения квалификации а хотя бы какие-то краткосрочные семинары проводить для специалистов тех кто сам оказывает помощь эта система реализуется в том ином объеме к сожалению она пока потребность полностью не прикрывает ведь мы в свое время взяли под систему социальную институт психологии и социальной работы где вот для наших учреждений для других системы здравоохранения да и по существу для других регионов готовятся специалисты в этой области но мало того такие же специалисты готовятся во многих вузах в нашем городе вместе с тем вы правильно назвали здесь могут быть использованы ресурсы переподготовки какие-то кратковременные курсы специальные и в этом есть потребность потому что меняется условия меняется ситуация не все после окончания вузов или этих специальностей находят себе работу в системе или по тем иным причинам не желают работать поскольку уровень заработок остается желать лучше какие-то другие условия и тем не менее потенциал существует потенциал не только нашей института психологии цельной работы но и потенциал северо-западной нашей академии готовить таких специалистов у нас есть соответствующие совместные договора с университетом большим между социальным сферой подписан и университетом но надо более системно и адресно готовить по потребностям учреждений которые есть возрасте здравоохранения и социальной защиты не просто так по желанию а с тем чтобы они находили возможность реализовывать свои навыки полученные в области психологии и оказывали конкретную помощь есть такая возможность она реализуется но ее нужно расширять а для этого конечно же нужно дополнительное финансирование для этой цели потому что большинство это платное обучение переподготовка требует дополнительного финансирования оплаты педагогов и так далее но это в ту программу которую мы сегодня обсуждаем есть необходимость включать основной главный элемент кадровой подготовки этих специалистов спасибо Александр Николаевич еще один небольшой уточняющий вопрос я вот сейчас вспомнила мы изучаем опыт по всей России опыт оказания помощи при профессиональном стрессе именно медико-психологической помощи проведению оздоровительных мероприятий и вы знаете единственное единственный опыт вот такой комплексной программы это Ставропольский край это Иссентуки где у нас на одной из конференций выступала заместитель министра социальной защиты Ставропольского края Гелия Владимировна Немцева и вот просто прекрасный опыт думаю что наверное его и на всю Россию и может быть на вооружение Санкт-Петербурге взять это центр профессиональной реабилитации наше социальное учреждение центр профессиональной реабилитации инвалидов на все лето ребята уезжают на грампу и все лето на реабилитацию поступают наши специалисты учреждения то есть вот такая комплексная реабилитация им проводится и психологическая помощь и оздоровление и лечение вот Александр Николаевич как вы считаете это очень сложно сделать например в Санкт-Петербурге знаете это можно и нужно делать вы пример привели Ставропольского края но и в нашем регионе есть законодательство которое создает возможность например педагогам получать возможность оздоровления оплаты приобретения путевок и в Санаторию пророкного отдыха это нынешнее тоже подобное и здесь есть необходимость и возможности в каждом регионе это делать другое дело что все зависит от тех финансовых условий которые существуют и у нас тоже и мы сегодня рассматриваем варианты такого здравительного отдыха и реабилитации специалистов социальных работников в системе государственной службы федеральным законом это предусмотрено и для учреждений которые занимаются такого рода деятельностью нужно изучить более грамотно те существующие возможности которые есть мы назвали профессиональные регуляционные центры и у нас есть такой центр вы приводили пример 6 интерната где есть возможности оздоровительные и регуляционные особый объект у нас есть учреждения которые расположены в таких условиях очень комфортных это в шапках у 10 интерната учреждения в Бешкино Псковской области например у третьего интерната учреждения которые есть и мы можем заключать беспроблемно договора с другими субъектами федерации где есть оздоровительный отдых в том же Старопольском крае в других регионах южных мы же ведь детей вывозим туда системно даем возможность оздоровительного отдыха вот она аналогия просто нужно и как пример привели отдыхая с детьми выполняя функции свои использовать возможность оздоровительного отдыха в определенной степени это реализуется но нужно это сделать системно и гарантированно чтобы люди ощущали если они занимаются этой деятельностью что у них есть некий такой социальный пакет который позволяет им в общем-то помимо заработной платы иметь гарантии оздоровления и поддержания своего здоровья и отдыха так что эти механизмы хорошие и есть смысл опять же в эту программу предусмотреть такие возможности и реализовывать спасибо Александр Николаевич в завершении у вас сверхзанятый загруженный человек в завершении все-таки вы сказали о том что да необходимо разрабатывать законодательные нормативные акты на ваш взгляд сейчас какие документы могли бы создать документы которые дают основания исполнительному органу власти реализовывать эту потребность а это значит должен быть на региональном уровне если его нет на федеральном закон или наш закон я вижу необходимо дополнить социальный кодекс эти дополнительные условия для определенных категорий это первое социальный закон нашего города позволяет охватить конкретные меры поддержки по существу всех категорий граждан пожилых инвалидов детей семьи различных категорий я назвал 85-х годных категорий и помимо этого и по профессиональному признаку педагогов медицинских работников социальных работников то есть нужно сюда просто включить эти потребности закон позволит исполнительным органам власти выпустить исполнительные документы и определить те объекты которые этим будут заниматься мы их назвали в принципе но для того чтобы перейти на системность да и закон позволит сформулировать основные концептуальные системные подходы к этому вопросу или выпустить программу компетентную которая будет охватывать все эти аспекты и может быть есть необходимость принять рамочный закон на федеральном уровне или внести в какие-то существующие варианты действующих законов например о госслужбе или там о социальном обслуживании соответствующие статьи которые дадут возможность субъектам максимально единообразно системно представлять соответствующие меры почему это нужно потому что приведя пример нашего города и области принимая меры поддержки социальной защиты по различным категориям в городе мы чувствуем в общем-то из Ленинградской области большой переход населения сюда в город для того чтобы получать эти меры о чем речь мы сегодня стараемся единообразно принимать вот такого рода законы чтобы и мы научились это делать и сейчас это делается системно чтобы это было и в нашем городе и в Ленинградской области потому что это одна конгломерация и жители живут в области работают в городе в большинстве своих но для этого федеральный закон будет очень полезен поэтому я думаю что мы будем анализировать и предлагать решения которые необходимы для удобства реализации этих проблем федеральный закон и естественно носить свои изменения в действующее законодательство в части этой проблемы пользуются своими возможностями города и финансовыми ресурсами и существующими объектами спасибо Александр Николаевич за ваше понимание за вашу позицию спасибо спасибо ведь как на протяжении всей беседы Красной Низи проводили что те кто оказывает помощь тоже нуждается в помощи от этого зависит помощь тем кто крайне в этом нуждается и кто же защитит сотрудников системы социальной защиты это правда и хорошо что мы понимаем эту ситуацию и очень хорошо что нас поддерживают на федеральном и на региональном уровне но здесь одна только проблема финансовые возможности и специалисты грамотно расставляя эти акценты мы можем системно двигаться вперед помогая этим людям которые работают в социальной сфере в системе здравоохранения образования общаясь и помогая людям окружающихся трудной жизни спасибо Александр Николаевич Анастасия Геннадьевна вы делали пометки пока слушали наших спикеров их может быть не так было много но сами выступления были такие масштабные комплексные и в принципе я могу сказать что Александр Николаевич Ржаненков говорил примерно о том же о чем говорили и другие спикеры скажите пожалуйста вы тоже не первый год занимаетесь этой тематикой можете проследить как этот вопрос решается в динамике какие важные моменты вот вы по ходу дискуссии для себя отметили и какие планы вы бы и ваши коллеги наметили для того чтобы какие-то из обозначенных сегодня проблемы решить спасибо большое действительно к работе в организации социального обслуживания я тоже имею непосредственно отношение и когда слушала коллег мне приходило на ум вот моя практика конечно такие ситуации случались вот такого выгорания какой-то депрессии мы имели каждые свои домашние заготовки и таким образом ситуации разруливали сегодня речь идет о более таком серьезном подходе я понимаю что раз в законе сказано что это по сути наверное не просто право субъектов организовывать а их обязанность то ее надо выполнять наша с вами задача ну где-то подтолкнуть где-то обратить внимание руководителя на то что у них в регионе еще не совсем все хорошо с этой ситуацией и показать им пример других территорий чтобы они на него равнялись и понимали что это возможно сделать и какие-то нюансы территории ну например наших северных где нету такого количества понятно санаторных курортных учреждений которые нам сегодня продемонстрировали где можно было бы осуществить просто эти лекции практики да нету институтов нет еще каких-то других инструментов но зато с избытком такого знаете северного климата сложностей другого порядка которые отчасти закаляют характер тех же социальных работников ну это такая лирика отступления понятно что их отсутствие не должно влиять на решение задачи слушая наших коллег понимаю что недостаточно статистики вы сегодня об этом спросили потому что все законодательные акты проекты постановлений правительства они начинаются с подготовки обоснований а там конечно должна быть статистика что как почему сколько на это нужно средств ну и так далее вот этого не хватает возможно это где-то есть в материалах конференции о которых нам сегодня Татьяна Феоктистовна говорила если нет то ну вот как мы с вами первый раз встречались конечно есть возможность на площадке Совета Федерации провести некое совещание круглый стол для которого собрать эту статистику с регионов в общем-то пригласить ну наверное все тех же экспертов расширив их число и географию скажем так представляющих территорий вот это возможно сделать это был бы такой весомый вклад в вашу работу что еще хотела конечно соцработники соцработники пожалуй здесь не охвачена такая категория как работники органов опеки и попечительства ну на мой взгляд они наверное тоже похожи по своему скажем содержанию работы но немножко они так в стороне всегда стоят но поверьте у них конечно не менее тревожная ситуация потому что проблемные семьи они когда нет какой-то знаете динамики к их исправлению положительным вещам это очень уничижает отчасти но по мнению работников их деятельность с этим надо бороться ну и вот еще раз отступлю лирическое да когда руководитель ну какого-то может быть там высокого порядка пройдет вместе соцработникам по его территории контингенту ему более понятно станет то с чем они сталкиваются то есть так вот визуализируется их проблема их ежедневный труд и наверное это тоже будет в помощь в ускорении принятия правильных решений ну и наверное могу сказать что однозначно никакого саботажа в том что этих мер еще по созданию такой комплексной системы помощи на территории я не вижу потому что действительно существует какая-то рутина какие-то другие задачи во главе которых это национальные проекты и правильно вот в рекомендациях вашего вашей онлайн конференции я вижу что вот планы реализации этих национальных идей национальных программ надо поставить прямо конкретный пункт об оказании такого рода помощи социальным работникам то есть это выделить высветить ну и соответственно дальше на территориях каждый год существует какая-то форма отчетности перед законодательным собранием органов исполнительной власти где бы они уже подробнее рассказали об этой проблеме а наша с вами задача ну наверное может быть законодательные органы власти тоже озадачить со своей с нашей стороны сказать что эта проблема вот она актуальна и надо бы ей уделить непосредственно ваше внимание чтобы там на местах отчитываться начали и говорили о том что есть чего нет а дальше диалог начнется ну вот в принципе все Максим Петрович это вот такие основные Анастасия Геннадьевна ну я считаю что сейчас хорошо я потом вопрос да есть пожалуйста да уважаемая Анастасия Геннадьевна спасибо за вашу позицию и понимание такой острой проблем но я возвращаюсь слово к своему вопросу который я уже озвучила в докладе это Инна Юрьевна на прошлой конференции сказала о необходимости тиражировать в субъектах Российской Федерации наиболее эффективные практики программы комплексно-медико-психологической реабилитации сотрудников с вашей точки зрения какая может быть конкретная поддержка для решения этого вопроса со стороны Совета Федерации конкретно мы говорим сегодня на конференции о конкретных мерах спасибо согласна и вот в моем таком выступлении я вот сейчас скажу на что обращаю внимание это возможность провести на площадке Совета Федерации круглый стол по этой теме куда пригласить моих коллег сенаторов заинтересованных пригласить тех кто может нам об этом опыте рассказать подготовить итоговый документ отправить его на территории в регионы где помимо прочего в рекомендациях указать что законодательные органы должны этот вопрос отслеживать на таких вот встречах где исполнительная власть отчитывается о проделанной работе таким образом бюрократический подход кроме того развитие событий можно предположить что эта тема становится предметом рассмотрения заседаний Совета Федерации появляются парламентские вернее протокольные поручения с тем чтобы каждый субъект проанализировал у себя на территории каждый сенатор проанализировал вопрос на территории и каким-то образом отчитался такой свод информации появился в итоге коллеги я хочу сказать и нашим спикерам и нашей аудитории что Анастасия Геннадьевна уже неоднократно принимала участие в онлайн конференциях на нашей площадке и темы которые мы обсуждали они были все острые но вот то о чем сейчас сказала Анастасия Геннадьевна по поводу того что одним из инструментов решения обсуждения и последующего решения проблем может стать организация круглого стола в Совете Федерации я могу подтвердить что в прошлом году Анастасия Геннадьевна вот давалось что называется во всероссийском эфире такое обещание оно сдержало слово состоялась дискуссия в стенах верхней палаты потом мы еще раз этот вопрос обсуждали с ключевыми спикерами на нашей площадке то есть если есть желание есть политическая воля о которой мы сегодня говорили и если конкретный сенатор об этом говорит то я думаю что как минимум не нужно ставить под сомнение это а нужно попытаться действительно вынести обсуждение этого вопроса уже с нашей площадки на следующий уровень тем более что объективно Совет Федерации это верхняя палата это орган который наделен большими полномочиями и наверное когда Анастасия Геннадьевна сейчас говорит о готовности организовать круглый стол она выступает не только от своего имени но от имени своих коллег еще например что мне было отрадно услышать так же как и на предыдущих конференциях когда мы тоже обсуждали острые проблемы если помните Анастасия Геннадьевна связанные со законом о социальных услугах еще какие-то моменты да то есть Анастасия Геннадьевна сказала о том что со стороны органов власти нет саботажа возможно да действительно то о чем мы сегодня говорили когда мы находимся в режиме многозадачности наверное мегазадачности и может быть кому-то стороннему наблюдателю покажется что профессиональное выгорание соцработников это не самый важный вопрос но если мы каждый на своем уровне сто раз повторим что это важно проведем несколько онлайн конференций соберемся в Совете Федерации в Госдуме совершенно согласен с тем что наверное нужна дополнительная статистика потому что бывают онлайн конференции когда статистики ну просто очень много и мы не знаем даже как эту статистику фильтровать здесь согласитесь статистики такой общей федеральной которая показывала бы объективную картину в масштабах страны ее наверное не хватает и в целом мне всегда очень импонирует такой подход когда представители власти не только констатируют какие-то очевидные вещи но и берет на себя ответственность за решение какого-то конкретного участка работы я думаю что я не думаю что эта встреча состоится через месяц или через полтора в прошлый раз насколько я помню мы готовились больше полугода но в итоге мы провели эту встречу в Совете Федерации причем с нами представители софеда советовались кого пригласить кого мы действительно считаем авторитетным уважаемым экспертом в данном случае я думаю прежде всего потребуется пригодится опыт и знания Татьяны Феортистовны вот то есть состав участников он был не просто какой-то такой поверхностный просто люди какие-то с улицы и мне кажется что это очень такой один из главных результатов нашей сегодняшней конференции Анастасия Геннадьевна огромное спасибо вам огромное спасибо всем остальным спикерам я думаю что сегодня была та встреча когда мы взяли не числом а умением будем готовить итоговый документ будем ждать обратной связи от Совета Федерации но а со своей стороны также будем собирать дополнительную статистику дополнительную информацию из регионов поскольку я думаю что если мы приедем на этот круглый стол и у нас спросят а какие конкретно регионы готовы стать опорными площадками то я думаю что эту информацию все-таки должны будем озвучить прежде всего мы а не Анастасия Геннадьевна да и здесь я думаю примерно те 5-6 месяцев которые уйдут на подготовку этой встречи я думаю нам как раз таки будет этого времени достаточно чтобы поднабрать такой фактурной базы коллеги еще раз огромное общаться всегда общаться приятно с людьми с профессионалами которые находятся в теме будем ждать продолжения напомню что сегодняшняя Всероссийская онлайн конференция как и предыдущая была организована журналом социальная защита в России и международным холдингом Евромедиа трансляция велась из департамента конгрессных мероприятий холдинга по итогам сегодняшнего обсуждения мы подготовим отдельную публикацию а затем будем ждать новых и новых материалов Анастасия Геннадьевна и все остальные коллеги огромное вам спасибо и всего хорошего до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok